друзья всем привет меня сегодня такой день по хозяйству назову его день работы по хозяйству намыл окна но не стал это снимать друзья пишите про эти новогодние вот эти наклейки я бы их давно сняла но володе против он просит их оставить если честно у меня самой такой несоответствие как бы не знаю лето на дворе а там на вагоне эти снежинки и володе говорю давай их поснимаю меня самой руки чешутся их снять нафиг особенно когда вот окно мыло просит нет пожалуйста оставь я не знаю ну хочется человеку вот надо как говорится и к мнению мужа тоже прислушиваться вот потому что еще хочу сказать у меня еще растишки подросли вот так вот сильно сильно вот уже смотрите какая прелесть радует душу тут уже сырники даже появились и хочу немножко их подрыхлить чтоб они у меня еще лучше заколосились вот здесь тоже все выросло а он там уж только что-то прорастает что-то так медленно растет и как-то плоховастенько что там я не знаю я эти бумажки не стало ну это напоминалку сюда в эту в землю втыкать поэтому не знаю что тут тут у меня и редиска это вот по моему какой-то вид салата не знаю посмотрим когда вырастет узнаем вот так смотрите ириса какие уже и нужно будет здесь немножко прополоть да не немножко смотрю он уже тут какие-то кусты и и особенно что мне больше всего не нравится это в плитке вот такая трава вот эту заразу на постоянно прорастает и он прям к вариате этим не не знаю чем-то острым ножиком или чем потому что между плитками не пролезешь вот но она меня прямо вообще эта трава бесит ее еще не просто так выдернуть видите вот она листочки обдираются сами эти корни остаются поэтому надо потрудиться и каждый год вот этот вот муравейник здесь раньше они вон там под столом исключительно копали представляете сколько выкопали это получается они землю повытаскали там из-под плитки из-под низу вот такие нарыли надо что-то посмотреть от муравьев не знаю володя мне всегда говорит тебе что там вы животных не жалко слизни не трогай муравьев не трогай никого не трогай вот я время от времени просто подметаю разоряю их вот эти вот гнезда но вот не видел давно здесь не было репейники надо тоже по удалять очень пополоть надо все тюльпанчики отцвели здесь клубника вовсю цветет но она я уже говорила она выродилась ягод как таковых нет так одна две тоже трава бурьян мужа он тоже нам вот это вот все выплате так и я тут решила еще стол вот это намыть он грязнучий вот видите разницу я уже начала мыть но если честно мыть его бесполезно потому что он постоянно него налетает пыль вообще караул какой-то я вот окна в течение лета я даже не знаю бесконечное количество раз мою потому что особенно подоконниках видно ну и на окне тоже дождь прошел и сразу вот это вот вся пылюка вот она и на окне в том числе диван вот этот вот застилаем когда но здесь отдыхаем поэтому в общем знаете периодически вот я мой наверное каждый ну каждые три дня точно раз в неделю сто процентов вот от стол протирая хотя мы сейчас за ним не сидим но все равно мне нравится чтобы на территории тоже была чистота и порядок и еще мне надо будет подмести хочу подмести еще территорию там кстати на плитке тоже на траву повыдергать ведет вот что творится и вообще видела что продается какое-то средство но не можно посыпать в общем между плитками и вот эта трава на не будет расти ну как-то не задавалась вопросом пионы зацвели это у меня цветочки потихонечку цветают так еще что хотел сказать ребят всем огромное спасибо за пожелание володе здоровья даже люди писали что молятся за него я всем очень сильно и он в том числе благодарен слава богу операции прошла вот володя отходит от наркоза звонил мне по разной с таком в кумарном состоянии говорит это что долго как-то он отходит от наркоза но приходила анестезиолог и вроде бы говорит что все нормально какая вода грязная ребят у меня обед я там себе супчик погрела сейчас буду обедать и хочу пытаюсь точнее загрузить видео смонтировала до того как пойти на улице поработать и ребят подписывайтесь на наш канал дзен потому что я не знаю периодически идут слухи об отключении ютуба я не знаю отключат его или не отключат но подстрахуйтесь на ссылка всегда в описании канала вот на дзене я пишу давайте им котиков покажу чтоб не в пустой экран втыкать его на них тут ластится к у меня на дзене я пишу статьи где много-много рассказывают уж не входят в этим в ролики ну как-то пока спишешь статью более подробно можешь все рассказать посты пишу какие-то наши новости фотографии выставляю поэтому ну знаете что-то по типу инстаграм вот так его веду поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал чтобы нас не потерять дать тимоша тут есть и видео идет ну видео дублируйте же самые что на ю тубе выходят вот они статьи разные как перевести животных потом так это у меня посты и туда да это посты кстати идут почему-то в это в статьях это высветилось тут нами все подряд и статьи и все 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 так что подписывайтесь обязательно на наш дзен выглядит он один в один также переезд на юг жизнью море у меня тут уже 2200 с чем-то не знаю подписчиков тут точно количество не подписывается вот и видите тут я и про котов выставляю и наши какие-то прогулки и еще что-то это вот наши старые фотографии когда мы ездили в контактный зоопарк в нижнем миге поэтому тут очень очень интересная такая живая страница ребят ссылочка у нас на канале youtube переходите подписывайтесь и общайтесь там с нами ребята у меня радостная новость ура возвращение буду лая до блудного попугая ура ура володя дома что у нас сегодня чего это йод не надо людей это йод йод йоденол если быть точнее это швы обрабатывают собачки у нас так у тебя как настроение вообще как все хорошо очень быстро больницы кстати церкви мне очень понравилось отличная больница отличная ремонт везде оборудование врачи вас даже кровать валюту них кровать в палате были нет это палаты 3 человека в палате душ туалет у нас отдельный свой в палате вообще я как на курорте кровати операционные я в ростове лежал у нас были операционные волосы горит здесь тоже операционной кровати они очень удобные на это можно на любой уровень поднимать вообще В общем, в понедельник Меня положили, готовили к операции Сразу же в понедельник Все анализы То есть Плюрографию, сердце проверили Все анализы взяли И в среду на операцию Вот в среду меня прооперировали Мизинец разрезали В штифт не вставили Сложный перелом был Что-то оскольчатый Винтообразный какой-то Я не сильно разбираюсь В общем, у тебя железка там теперь внутри Да, я теперь буду звенеть на Металлоискателе Но недолго Короче, месяц Выписали меня Месяц В гипсе Через две недели снимать швы Четыре шва у меня Четыре витка таких На всю кисть у меня Распанахано Может быть, когда-нибудь буду делать перевязку Покажу Не все такое могут Не знаю, сказали ездить Сейчас же праздники начинаются Первое, девятое мая Праздники Сказали, что поликлиника работать не будет Сказали ездить туда В трампунт Точно, да Можно ездить трампунт на перевязку В принципе, я сам себя могу перевязывать Ну, посмотрим В общем, через две недели снять швы Через месяц снимается гипс Три месяца запрещено Физической нагрузки никакой Кроме обычной работы Потому что железка И через пять месяцев Где-то в октябре Мне на повторную операцию Надо вынимать То, что там стоит То ли плеспится То ли болт Как мне сказали, что там болт стоит А там хрен его знает Короче, через пять месяцев Еще на операцию И вынимать его Врачам Не хоть спасибо сказать Ты же сказал Огромное спасибо Профессионалы Вообще Наркоз Блин, мне как Мне есть чем сравнивать Мне делали нарковые ребята Ты не рассказывала, кстати, историю Как мне наркоз в Дзержинске делали, нет? Нет Мне, короче Делали операцию на вены Ну, варикоз В Дзержинске И мне они пытались Не знаю, как это Врачи, наверное, поймут Мне, короче, какой-то спинальный наркоз Пытались сделать Позвоночник уколоть Сначала общий, по-моему, тебе сделали Это есть общий что-то Не знаю, я, короче Короче, они меня что-то пытались Нет, ты забыл Он вообще меня не взял Да, тебе сначала общий стали делать Он, это, не взял, короче Они тебя начали Они тебя начали оперировать И поняли, что ты стонешь Что ты в сознании Они начали мне что-то колоть в позвоночник Короче Все чувствовал Ой, блин, это вообще, они, короче, меня прямо на операционном столе вот так вот сложили пополам, и я прям чувствовал, как они меня расположили несколько раз, и их ломили. Короче, они такие не попали мне, я не отрубался. Друзья, мы не ругаем Дзержинских врачей. Мы не ругаем, меня руганули, я помню, что меня вырубили маской. Просто рассказываем, ну, реальный случай. Так было, да. А то сейчас начнут опять это. А здесь так хорошо, меня в операционную привезли, сначала какую-то вкололи, как она сказала, операционная сестра очень хорошая была, она сказала, это сначала у тебя идут какие-то лекарства преднаркозные. Я прям лежал, обалдеть. Знаете, на что похоже? На горячий укол. То есть, делали вам когда-нибудь горячий укол? Я такой, меня аж в пот ударило, она еще с меня пот вытирала. Пот меня ударило так горячо, потом я начал чувствовать, как ноги отнимаются, все, дальше уже ничего не помню, очнулся в палате уже. Хорошо, подобрали это. Выход из наркоза был такой хороший, потому что он тоже разный бывает. А там, в прошлый раз, когда ты рассказывал, когда тебе правую руку оперировали, ты не закончил рассказ, там подписчики написали. Да, уже не закончил. Ну, да, правда, у меня был... У меня был подобный перелом на правой руке, но он был очень более тяжелый, это по молодости, по горячей. Я как-то как вылупил, я сломал сразу в трех местах эту руку, вот здесь видно еще. Кстати, вот шов видно, вот операционный шов. Это тогда делали операцию, и она неправильно срослась, и мне потом ломали ее, а ломали под местным наркозом. Я лежал и смотрел, как мне ломали кости, складывали опять, да, прикольно было. А это под общим, все, рубанули, проснулся, отлично. Мне очень понравилось, быстро, эффективно, четко все. С РБ, лайк однозначно. Так что не переживайте, не бойтесь сюда переезжать, слава богу, у нас есть замечательная больница, замечательные врачи. Да, и врачи иногда не бывает, ну вы, так, ну тупиковый год, ну где они вам возьмут врача? Никто же насильно не заставит работать, правильно? Если вот нет, допустим, там врача какого-то, кого мы там не нашли, отоларинголога, да? Да. Отоларинголога. Ну нет врача отоларинголога, ну вы отоларинголога, приезжайте сюда, ровно. Кстати, я у них на сайте, не на сайте, а как Григориан, забыл, как главного. Мигрант, Мигрант. Мигрант, по-моему, Мигрант Григориан, я могу ошибаться, если ошибаюсь, я прошу прощения. Я тебе сейчас, хулиган рыжий, я видел и зарплаты хорошие, врачам дают, и служебные квартиры, там он прям предлагал, у него прям вот на странице ВКонтакте, зайдите, посмотрите. Там врачей-терапевтов он призывал работать, служебную квартиру прямо на территории больницы предлагал, огромный там больничный комплекс. Я думаю, что где-то там у них и квартиры, и зарплаты хорошие, там что-то по 70 тысяч. Одна надежда на переезжающих, возможно, медики переедут. О, кроме нас ничего не сделает. Что, пошли, работать? Видите, вот, когда пришел, а жена сразу заставили. Ой, ура, мне прям радость, что Володя пришел, ура, 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 я очень, очень счастлива. Ну, надо, 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 видите мне, как хорошо перевязали, то есть гипс наложили, хотя сломан мизинец только, гипс я попросил, мне зафиксировали три пальца, а эти два как можно немножко помогать. Я, кстати, в понедельник планирую на работу уже выйти, я договорился со своей работой, и в понедельник, ну, в принципе, в интернете я не прекращал работать, а вот на основную свою я в понедельник уже выхожу. Там перевязки, снятие швов, повторная операция, там уже будем по ходу коррегировать. Ну, где-то приходится, ну, как не приходится, точнее, я с огромным удовольствием Володе помогаю, и, ну, то есть, поскольку он сохранился, одной рукой, нужно, где-то нужно ему помогать и уход какой-то получается, нужен. Мне нужно внимание и уход, внимание, я ухожу, да? Да, да, да. Помнишь это? Ага, у меня тут посадки такие шикарные, петрушка вот в конце, это с прошлого года, уже скоро будем есть, своя зелень, укропчик уже такой достаточно большой, я прямо очень сильно рада. Да вот это мне интересно, что это с культура там колосится и что это такое вырастет. Еще, ребят, знаете, что хотела показать? Смотрите, какая прелесть! Я обожаю ирисы, это самые мои любимые цветы вообще на планете, Земля. Да, и еще и цвет вот такой вот люблю. И вот они уже скоро у нас распустятся и будут меня радовать. А вот шпионы скоро будут? Ну да, и пионы. Шпионы? Да, шпионы. Там тюльпанчики все одинокие. Тюльпаны уже все отсвели. Ирисы прям все, смотри, все в цвету. Вообще прям. И пиончики тоже. А, знаешь, что еще сейчас пока? Сейчас я покажу. Ты нас тоже сейчас снимаешь? Да. Володя говорит, что эти абрикосы много. Вообще дерево, подожди, дерево... Да сейчас. Дерево старое и в прошлом году не было абрикосов. Я думала, что не будет. Сейчас я ближе подойду, покажу. Да, и правильно Володя сказал. Вот груши. Да. Завязи. Груши. Это не факт, они бывают, обсыпаются. Ну да. Вот завязи. Света очень много было. Маша говорит, ура, будем груши. Скоро есть. Вот. Я смотрела, да, очень много опавших было. Вот они. Вот тоже грушка. Вот завязь. Идем, покажу. А, вот еще, смотри, полно. И там он сзади. Главное, чтобы не улетели суши груш. Действительно очень много в этом году. Ой, кто-то такие громкие там едут. А сколько у нас абрикосов. Вон. Вот видно, да? Ну так вот. Ну она уже старенькая, конечно. Ну да. Вон там вообще ветки некоторые высохли. Вот много видно. Ура. И вот два главных абрикосика. Абрикосы. Черные абрикосы, коричневые абрикосы. Кто тут? Два абрикоса. Они, кстати, похудели, собачечки. Ну и хорошо. Да. Зимой были толстенькие. Они по мне страдали. Похудели. Да? Кто тут? Кто? Собачки. Собачки. Такие умненькие собачки. Хорошие. Лада и Босс. Замечательные. Слушай, они так хорошо выглядят стали. Действительно. Ой, Ладочку любишь. Тихо, 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 маму свою. Лизну. Босик. Очень добрые, хорошие собаки. Да хватит тебе. Они злые. Хватит лайт-то. Злые? А, точно они злые. Охранники. Коты тут у нас забывали. Про снежинки, Володь, скажи. Мне все пишут. Что я хочу не снимать. Красиво. А что? А мне нравится. Вам не нравится, а вы не снимаете. Вы слышали? Мне очень красиво. И отстаньте по желуду от меня. А то хозяйка с ними. Снежинки. Смотри, прискакала. Лев. Здравствуйте. 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 Коты соскучились тоже по Володе. А самое смешное, что они его не узнали. Какая красота. Тут нарциссы отсвели уже. У меня не было всего лишь 4 дня. А мы по тебе уже все соскучились очень сильно. А что, маленько красиво. Классно смотрит. Ну, знаешь, я не где-то. Ты знаешь, мне нелогично вообще. У меня все логично. Лето на улице, а у нас снежинки. У меня прекрасно. Я хотела их снять. Я мыла. Хотела их снять. Но Володя требует их оставить. Категорически против. Категорически против. У меня в детстве жопа. Ой, ух ты. В жопе детство и раз. Все, Вера. Ты правильно сказала. Мы все поняли. Ребята, огромное спасибо всем. Да, всем за ваши комментарии под моим интервью. Вот спасибо, что терпеливо выслушали его. Это очень приятно. Много хороших слов написали про наш канал. Про нас. Что ты тут без меня наговорила? С Володей. Я пока не работал. А ты что, не слушал моё интервью? У меня интернет был плохой. А, плохой. У меня не хватало интернета. Нет, нам очень много тёплых слов написали. Очень много вообще такого, ну, хороших, про каналы, про наши видео. Да, и про нас. Поэтому, ребят, всем огромное-огромное спасибо. Если ты сейчас снимала, как там руками сердечки показывать? Давай вот так сделай сердечко. Ну, вот так вот сделай. Да нет, вот так. Не задерживай сердечко. Да. Так что спасибо вам. Ой, я заделал миску сарина. Вот они. Многие напишут почаще показывать собачек. Они не понимают, почему вас не пускают. Почему вас не пускают? А потому что... Да, они по моему огороду бегают. Вот, я им не разрешаю сюда ходить. Кстати, я вот здесь вот не дополола. Вот. Уже она случайно? Нет, выпало вот здесь всё, и там всю территорию вообще выпало. Вот здесь только. Ну, у меня другое дело было. Вот, поэтому я вот это вот... Вот это я завтра просят. Ну, у нас не первый раз уже рассказать про кормление котов. Каким образом мы котов кормим. Я уже говорила об этом. Да, мы кормим их натуралкой. В магазине рыбозавода Поддубного продается килька. Знаете, килька, да? Это не килька, тюлька. Тюлька. Тюлька продается. 60 рублей килограмм, ребят. То есть, вот такой вот огромный пакет килограммовый. 60 рублей всего лишь. Я беру полкилограмма тюльки этой. Увариваю. Просто варю ее, пока она нахрен не развалится к чертовой матери. Потом полкилограмма печени. Свиной, да. Свиной печени. Тоже увариваю ее на... Либо на мясорубку, либо на мелкую терку. Чтобы получилось как пережеванно. И все это, допустим, там с килограммом гречки. Или с килограммом риса. Нет, я на комбайне перемалывала. Вот я варила. И тюльку отварила сначала. Потом остудила. И на комбайне перемолола. Потом добавила. Тогда морковку добавила. Ребята, они едят... Это вообще... Они готовы эту кашу есть, я не знаю, 20 раз в день. А так еще даю им кефир чуть-чуть. Прямо Володе против, потому что... Потому что... Да, он убирает потом диарею. У меня есть коты молочненькие. Я их иногда подкармливаю. Творог, яйца очень любят. Вареные, естественно. Вот сметанки чуть-чуть. Вот молочку прямо чуть-чуть капельку. Потому что чуть им дашь побольше и все. Замучишься лотки мыть. Хар, мясо, допустим. Где-то что-то готовим. Все отмечки мяса, кусочки. Это все достается им. То есть мы кормим их только исключительно натуральным питанием. Но что могу сказать, поскольку опыт с котами большой. Котов у нас много. И много лет они живут. Очень хорошее питание. Они здоровые, шерстные. У всех мягкая. Вообще такая лосница. Своя жопе у всех. Нет, да. То есть все веселенькие, все бодрые, игривые, играют и спят хорошо. Коты у нас все стерилизованные и кастрированные. Да, я говорила об этом. Вот. Поэтому потом еще такой вопрос был, что раз уж начали про котов. Зачем вам столько котов? Ребят, мы их не насобирали, этих котов здесь. Нет, говорят, вы здесь их насобирали. Они все приехали у нас из Дзержинска. У каждого кота своя судьба. Вот. Один Тимофей у нас только был. Это первый наш старший котик. Он взят был осознанно. Он болел очень сильно. Мы оперировали его. Ну, он с завода его принесли. Котеночкам. Они все уличные. Ну да, они все уличные. И единственное, лисю мы взяли из приюта. Вот. Мы ее с передержки, ее всю семью, там, собаки разорвали. У нас уже уличные ее взяли с улицы. Да. У нас просто погибла, у нас была тигра. Кошечка, тоже случайно к нам попавшая, да. Тоже с улицы. Тигра. Мы хотели ее бензой назвать. Я ее нашел в бензозаправке. Я приехал заправлять машину. И всовываю пистолет. И слышу, кот где-то орет. И не могу понять, крик стоит. А она, представляете, вот, заправочная станция. И она как-то пролезла туда, где вот пистолеты вставляются, и провалилась под землю. Угу. Туда, в этот, как я. Моя любимая кошечка была. Да, я ее там, я там поставил на уши всю заправку на Свердлова. Это была в Дзержинске, на Свердлова. И кто знает, что в Дзержинске, где газовая заправка. Я там на уши поставил всю заправку, заставил их разобрать за колонку нафиг. Залезли мы туда, достали котенка. Я его оттуда вытащил прямо из подземелья. Все, притащили домой. Хотели назвать бензон, но назвали тигров, конечно. Она потому что полосатая была. Я так ее любила. Но, к сожалению, вот кошечка была, это, у нее, в общем, было врожденное заболевание, очень тяжелое. У нее какое-то было врожденное тяжелое заболевание. Она погибла. Она, ну да. Четыре года она только прожила. Мы делали все возможное, невозможное. Попала в депрессию Ира, впала в депрессию ее подруга Ириска. Ириска, да, кошечка. Ириска перестала есть, Ириска перестала ходить в туалет вообще. Короче, я три дня смотрел, как они рыдали. И я взял ее за уши и привел к ее в местный кошачий приют. И мы взяли котенка. Тише, ладно. Мы взяли котенка от такого же расцвета. Один в один. Это лисичка, да. Да, на замену тигрю. Так у нас появилась тигра, так они все с улицы. Симба прибежал к Володе на завод, и там было холодно. Да, на завод прибежал. Ириска три дня сидела у нас напротив. На дереве орала. Требовала, чтобы мы ее забрали. Мы жили на втором этаже в Дзержинске. Она была приблудным котенком. Маленький, полтора месяца была. Она залезла на дерево напротив нашего балкона. И дня два орала. Смотрела на окна и орала. А коты сидели и уговаривали, чтобы мы ее взяли. Короче, в итоге мы ее взяли. Потом я ее все-таки отнес назад, потому что у нас уже было котов. Трое. Трое, да. И как она потом? А, потом меня замучила Соня. Да, он ночью встал. Я ее ночью пошел, нашел на улицу и принял. А что там такое? Гроза, вообще ливень. Я просыпаюсь, а Володи нет. Пошла его искать, а он хоть котенка ищет. Что они там такое устроили за шалман? Что там, враги наступают, да? Охранники наши. Ох, охрана. Охрана. Окусайте всех. Так что, ребят, вот как-то так вот. Вот мы, да, вот такие не смогли пройти мимо. Здесь тоже очень много бездомных животных. Но мы уже, наверное, не будем. Это большая ответственность. Конечно. Это, их мало содержать, их надо лечить, их надо, чтобы они коммуникации, потому что, допустим, Тимофей, вот наш самый старый, он некоторые гонял, лисен гонял очень сильно. У него, да. Он не хотел, чтобы он уже вас снимет. Ну, сейчас, вот видите, все, вон они, большой куча сидят. Ой, красота какая. Сейчас у них выглядит вот так вот. Мир, дружба, фестиваль. Мир, дружба, фестиваль. Никто никого ничего не должен. На солнышке у меня здесь вот так вот разлягутся, греются. Да, сейчас они у нас. Сейчас у них кайф, каким у нас. Да. Ну, все, ребят, я думаю, да. Среди меня прохватили. Да, кратко ответили на все ваши вопросы. Пишите, спрашивайте, еще подкопим вопросы какие-то и пообщаемся с вами. Болит? В больнице не болело? На лангету надо. Подвешивать? Пойдем что-нибудь придумаем. Все, ребят, мы пошли домой. У нас красота, у нас теплынь. Вечер уже, видите, уже пасмурно. Все хорошо. Всем желаем крепкого здоровья, чтобы у вас тоже было все хорошо, хорошо. Да, ничего не ломайте. Хорошего всем настроения. И все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok